Таинственная история с пропажей нардепа Гончаренко наделала шума и в парламенте, и в СМИ, и в благосфере. Ближе к обеду силовики заявили, дескать, жив-здоров. И все это была спецоперация, чтобы предотвратить покушение на народного избранника. Но вопросы остались. Хронология событий и подоплека исчезновения в материале Александра Васильченко. Информация о том, что нардепа Алексея Гончаренко выкрали, появилась еще утром. Владимир Горковенко в дружеских отношениях с парламентарем. Говорит, накануне звонил ему, чтобы договориться о встрече. Спустя некоторое время спецслужбы подтвердили информацию о похищении Гончаренко. Но что на самом деле произошло и где нардеп, было окутано тайной. Поэтому коллеги парламентарий не уставали строить конспирологические версии. У многих были представлены любить Гончаренко, да, из политических причин. И особенно там, в последнее время, довольно жестко действовал против Российской Федерации, мы бачим. Я не слышал про какие-то проблемы в семье, я не слышал про, ну, мы знаем, что у него бизнеса, как такого не имеет. Поэтому, очевидно, все-таки, единственная версия, ну, з моей точки зрения, которая теоретически возможна, это политическая деятельность. Я ему телефонувала на его мобильный номер телефона, он без звездки. В соответствии, я думаю, что это будет ускладывать для спецслужб установление его местознаходжения. Но вот журналисты в то время, когда никто не мог ему дозвониться, заметили, что похищенный пользуется телефоном и в течение дня несколько раз был в сети. Все точки надыра ставили спецслужбы. Говорят, что это была спецоперация и показывают кадры сделки исполнителя и заказчика. А мы слепой ехали, все. 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 Что, мало? Хватит. О готовящемся заказном преступлении против парламентария утверждают в СБУ, якобы, знали заранее и пошли на опережение. Дескать, сепаратистская группа, которая действует в Одессе, планировала расправиться с Гончаренко. И с этой целью провели спецоперацию, инсценировали его похищение. Потом связались с заказчиком, якобы, чтобы передать парламентариям. Замовление размещалось, как можно сказать, не на убийство, а на нанесение тяжких телесных ушкоджений. То есть, подкреслили на них, чтобы избавить зору с использованием кислоты и нанести ушкоджения с использованием молотка. Были увеличены все вещи и доказательства. Сам Гончаренко во время спецоперации не пострадал. Охотно раздает интервью и говорит, знает, кто за этим стоит. Это было трое, я знаю имя одного, Александр Кушнарёв, депутат от оппозиционного блока. Чей сын, Геннадий Кушнарёв, был одним из лидеров боевиков Одесского антимайдана в 2014 году. И погиб во время событий в Доме профсоюза 2 мая. Тогда, 2 мая в Одессе, произошли трагические события. Во время пожара погибли десятки человек. А сам Гончаренко был активным участником Евромайдана. Но почему именно сейчас он стал жертвой заказного преступления, вопрос. Александр Кушнарёв, которого подозревают в причастности к этому делу, сейчас задержан. У него и поддельников проводят обыски. В оппозиционном блоке считают, это всё хорошо спланированная провокация. Здесь опять же тоже вопрос. Скажем, Гончаренко делает это сам, для самопиара. Либо это была попытка отвлечь внимание общества от слов господина посла о том, что необходимо Украине выполнять минские соглашения. Изюминкой всего стало недавнее сообщение о том, что, оказывается, тесть, который работал в Газпроме водителем, одолжил Алексею Алексеевичу 700 тысяч долларов, с которых он, в общем-то, и раскрутился, по его словам. Это такое, как бы, коллективное творчество Одесского областного прокурора, Одесского областного начальника СБУ. Это люди, которые потеряли всяческие берега и профессиональной этики, и порядочности, и элементарных человеческих правил. Это грязная провокация, замешанная на дешёвом политическом пиаре. Политический путь Гончаренко непростой. В 2005-м был членом партии регионов, прошёл в парламент. Во время революции достоинства находился в Крыму и выступал против отделения. В парламенте нынешнего созыва член фракции блока Петра Порошенко. А недавно отличился тем, что в знак протеста оставил надпись на фрагменте берлинской стены у посольства Германии, что привело к международному скандалу. Александр Васильченко, Ирина Романова, Андрей Анастасов, Валентин Белич. Подробности телеканал Интер.